Я услышал, у меня закипело. Все кипит, бурлит, нужно мчать. В общем, звонил он Ане. Я не знаю, есть ли смысл его удерживать. Иван сказал, если он сейчас уедет, то пусть даже не надеется, что я ему там буду как-то его потом поддерживать, помогать. Да нет, какой ехать? Я хочу дома бабушке это доделать. Вот. Друзья, вот самое утро, что-то очень странно у Василий. Обычно в это время никогда не просыпался, а тут прямо уже чуть ли не караулю меня, когда я проснусь. В общем, сейчас подходит. Ренат, у меня к тебе какой-то вопрос. Ну, я уже немножко начинаю предполагать и сразу включаю камеру, чтобы, ну, пускай говорит как есть и что хочет сказать. Созвонился с Анейкой. Вот, услышал ее. Вот, ну, люблю ее и как услышал. В общем, слышу тебя, Вася. Какой у тебя ко мне вопрос? Ренат, я хотел сказать мне, с Анейкой созвонился и говорил это тянет. Очень хотел бы поехать. Ну, то есть все то, что ты до этого приехал и говорил, все это, как бы так, слова на ветер. Это не слова на ветер. Ну, как это нет? Ну, ты говорил, пусть даже не мне, ты говорил Ивану. Подписчики все слышали, что я приеду, помогу дом построить. Вася, ты ехал сюда, по большому счету, строить дом. Ну, да. В итоге он еще пока не доделан, в силу некоторых причин. Вот, но, не знаю, ты сам говоришь, что тебя все устраиваются, тебе нравится. Да, мне очень нравится тебе. Но ты сейчас готов уехать. В общем, ты страдалец, да? Я хотел бы приехать к тебе через 2-3 дня. Вася, тут не проходной двор, сегодня я хочу уехал, завтра я этот хочу приехал. Как бы, мы либо занимаемся, и ты учишься, пытаешься хотя бы начать что-то делать, либо ты не пытаешься ничего делать, и живешь с Аней. Хочу, вот здесь вот. Что вот здесь вот, что, ну что это? Вот тебе 32 года. Тебе 32 года, Вася. 33 будет, правильно? Да. Ты как-то можешь сам за себя принимать решение? Да. Отвечать за свои действия? Да. Да, то есть, в общем, нормально научиться жить и работать тебе неинтересно. Хочу свою девушку увидеть. Ну, а почему ты на ответы, на вопросы не отвечаешь? Я тебе задаю четкий вопрос. Научиться нормально работать и жить по-человечески тебе неинтересно? Интересно. Ну, ехать, и вот ты сейчас ехать уже, у меня уже слов на тебя нет, но уехать в Орел, у тебя, как бы, все это заотмевает твое желание нормально научиться работать, зарабатывать деньги и жить по-человечески. Я хотел бы вернуться. Я в понедельник планировал ехать на выставку домов, на которые ты никогда точно не был, но, как оказывается, тебе это неинтересно. Ну, если бы разрешил бы приехать, я бы приехал. Вась, ну здесь проходной двор, скажи мне, пожалуйста. Нет. Либо ты приехал, учишься и делаешь дом, и когда он отвозится, ты едешь туда в Орел, остаешься там, и потом, если у тебя будет желание, ты приезжаешь. Либо ты делаешь так, как ты хочешь. Вот, смотри, ты сейчас мне предлагаешь, как бы, бросить все свои дела, мне надо с головы швы снять, и все это, мне все нужно. Ну, еще есть дела, которые нужны, которыми заниматься, материалы некоторые закупать, своя работа стоит на участке, мне это нужно бросить и вести тебя, чтобы ты уехал в Орел, правильно? Вот ты своим вот этим страданием, мало того, что ты себе жизнь портишь, реально, ты сейчас делаешь все, чтобы вернуться обратно. И сто процентов, ну, не знаю, я не хочу прогнозировать, но большинство людей говорят, что ты забухаешь. Нет, значит, все пьянки. Вась, я смотрел твои ролики, мне показывали, где ты говорил, все, я ухватился за шанс. Не, ну, я в Орле, вот, я зимку забор оставил, я два месяца не был. Ну, там Аньки не было. Ну. Что, ну? Ты, а когда ты, скажи, пожалуйста, когда ты бросил пить, этот, бросил пить, когда ее не было рядом? Ну, да, получилось. Ну, все, вопросов больше нет. Я, например, лег в клинику. Когда ее не было, ты лег в клинику, тебя прокапали. Ну, да. И это, там, заборами начался, девяносто человеком. Ну, ты в клинику лег, когда ее не было. Я не знаю, я не видел, не хочу знать, там, как бы, что она, кто она, зачем она. Как бы, это лично ваши проблемы. Я свою личную жизнь никому не освещаю, не показываю. И мне твоя личная жизнь, она, в принципе, не интересна. Но то, что ты тогда меня спрашивал, можно ли она сюда приедет, зачем она здесь нужна? Нет, здесь, здесь не это. Я тебе говорю, ты приехал помочь построить дом. Ты на половине пути забиваешь и уезжаешь. Нам нужно там сейчас сделать внутренние работы, покрасочные работы, установить печку. Но страдания твои по одному месту забивают на все твои предыдущие слова. Вась, так получается? Ну, что ты ходишь из угла в угол? Я тебя не отчитываю, как бы, я тебя не ругаю. Я просто с тобой нормально беседую. Пытаюсь тебе донести. Но я прекрасно понимаю, что тебе мои слова уже тоже абсолютно, что об стену горох. Ты уже решил, ты с самого утра. Ты даже не завтракал. Вон, тебе стакан воды, тебе достаточно. Все, ты уже всеми мыслями в дороге. Но я тебе еще раз говорю, я, вот, почему я должен свои планы, свое здоровье, мне надо снять швы. Я это сейчас должен бросить и вести тебя куда-то, чтобы посадить тебя на этот. Вот почему я это должен делать, Вась? Почему ты своим решением, как бы, путаешь мои карты? Они мои, а это мое здоровье. Почему я должен, как бы, это сделать? Вот скажи, пожалуйста. Я не говорю, что там я какой-то, не бог, ну, как бы, корону одел и так далее. Но это моя голова. И вдруг там какое-то загноение будет, еще что-то. Это как вот? У меня есть свои планы, у меня есть свои обязательства перед клиентами. Где мне нужно материалы обязательно довести сейчас, доделать и отвести. Ну, я должен буду сейчас весь этот целый день выкинуть на тебя. Ты можешь что-то внятное сказать, Вась? Ты еще вчера говорил, что я доделаю. В прошлом выпуске еще говорил, что... Ну да. Что, ну да. Все те слова, которые ты сказал, это пи***ш. Ну как нет, Вась? Ну как нет? Ты буквально еще вот в прошлом выпуске говорил, что я доделаю. И тогда поеду. Для тебя вот это все? Вот что ты, где, в каких условиях ты находишься, это тебе ни о чем. Это... Пофига по ни о чем. Мне замечательно здесь тебе. Ну, ты слышишь меня? Ты слышишь меня? Что я тебе говорю? Как думаешь, ну, я тебе за себя сказал. Кто-то еще предоставит тебе такое? Нет. Как бы, ты сам говорил, что жил у человека, у которого тоже, этот, у Алексея русский дух. Ну да. Там ты печку утопил, как ты мне рассказывал. Намного лучше, очень намного у тебя. У Алексея. Я тебя не для этого сейчас спрашиваю. Ты там жил, тебя, значит, эти условия тоже устраивали и все. Если тебя же привезли, не сказали, что вот, не волнует. Нет. В сарае тебя поселили и... Я не хотел там быть. Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем. Но если бы ты не хотел там... Если бы ты не хотел там быть, ты бы там не был. Но ты там был, ты там помогал, ты там работал. Ну, как пришлось? Ты, как бы... Как ты вот так говоришь, тебе пришлось? Ты, получается, за свои слова, за свои действия вообще за себя не в ответе, что ли, Вась? Ты повзрослей, начни за себя хотя бы принимать, как бы, решение. За себя начни хотя бы отвечать. За свои действия. А, получается, ты за это не отвечаешь. Это проще, конечно. Потом сказать, что вот я там не хотел, меня заставили. Нет. У тебя есть... Да я не про себя. Я не про себя. Мне абсолютно все равно, что ты скажешь про меня. Нет. Я наоборот всегда буду говорить, спрашивать. Всегда буду говорить, что у Рената у меня замечательно было. Но захотелось поехать. Ну, вот смотри, люди ездят на вахту. Месяц, два бывают, это две недели. Но они же там не соскучились по жене, по детям. Не бросили работу, не поехали. А у тебя тут, получается, ты приехал, сказав, что я сделаю. Ты даже месяца еще у меня не находишься. Как бы уже все, тебе надо. Ну, почти, ну да, тут, там и недели. Да что ты, черт побери, такое несешь. Ну. Что за страдания такие? Ты там еще 10 дней потерпеть не можешь? Тянет к тебе, не на работу, ты просто устал. Ты каждый вечер, как едешь, у тебя все, ты до этого первые дни, первые дни разговорчивый было, а потом уже все видно, что на стройку я с удовольствием ездию, там и стараюсь и ребятам помогать, и сам что-то стараюсь делать. И, не знаю, бригада хорошая, все ребята хорошие. Ну, в общем, друзья, смысла сопли жевать с этим человеком больше нет. Вот, как бы я ему сказал, что пусть ко мне больше не обращаются. У меня тут непроходной двор, сегодня захотел, приехал, завтра уехал. Пожил, как бы реально взрослый человек должен за себя принимать решения. Как бы я сейчас вспоминаю себя в его возрасте. Конечно, сравнивать не нужно, люди разные все. Кто-то есть лучше меня, кто-то хуже. Ну, вот я на своем месте, каждый на своем месте. Но все отвечают именно только, как бы должны как минимум начать отвечать за себя. И тогда у человека что-то начнет меняться. Вот, ну, тут к смыслу вообще общения, продолжения нет. Это крайний выпуск с Васей. Дальше вы будете смотреть у меня строительство, строительство дома для бабушки Вали. Также он мне обещал, кстати, помочь построить дом для бабушки Нины. Помочь. Вот, но ему это все слова абсолютно фиолетово. Из-за этого слово не воробей, как говорится. Вылетишь, не поймает. Ну, вылетит, не поймаешь. Но, как бы человек даже не собирается за свои слова, за свои действия как-то отвечать. Ну, и, соответственно, больше я не хочу иметь дело с этим человеком. Как бы это грубо не звучало с моей стороны. Я говорю, мне нужно ехать, заниматься своими делами. Я сейчас должен все бросить и Васеньку в попу целовать и вести его, чтобы он поехал там. Ладно, все все прекрасно понимают. Как бы вы были на канале Ринат Строит. Друзья, всем прекрасного настроения, отличного дня. Мирного неба над головой, не болеть. Как бы, чтобы все было у всех прекрасно. Вот, на этом все. Пока-пока. В следующих выпусках увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok